итак добрый вечер начинаем наш вебинар а у нас уже вторник и мы будем говорить о текущей ситуации на рынке о том что произошло будет происходить и что нас ждет ближайшие дни в общем-то обо всем что происходит на рынке я проект если меня слышно нажмите пожалуйста плюс я вижу новые гости привет из болгарии пишут география наших вебинаров расширилась и до болгарии до этого была латвия страна россия и украина и может белоруссия не помню кто-то белоруссии и вот сейчас на болгаре всех приветствую в первую очередь хотел бы поговорить о нефти именно там произошли хорошие движения изменения сильные чему я очень очень рад но собственно для меня лично ничего нового те кто слушает вебинары достаточно давно понимает что все что происходит на нефти было давным-давно ожидаемо всеми нами я об этом много раз говорил и в этот раз успел даже в позицию хорошую войти построить закрыться выйти она об этом чуть позже я пока пытаюсь настроить мета трейдер но до того я должен вам показать предупреждение о рисках и представиться я проект трейдер управляющий активами торгуем на рынке опционов больше сырье опционы на акции американские 18 лет на рынке и риски вы должны знать что маржинальная торговля приводит к может привести к высоким рискам потерей депозита всего и даже больше чем вы имеете ну потому что есть маржа ну и наконец адмирал маркетинг зато торгов и наконец контакты куда вы можете звонить обращаться в любое время я уверен очень оперативно и все поставленные вопросы а по поводу вебинаров лишь могу сказать что у нас 29 будет новый вебинар и вот в этот четверг следующий тема пока но даже не выбрана по моему хотя может на сайте уже что-то стоит я не помню я высылал или нет но в ближайшее время будет тема тематический вебинар по четвергам у нас а по вторникам у нас просто вебинар посвященный рынку и так а давайте я закрою метатрейдер и снова его открою потому что что-то он глючит попытаюсь открыть а он не закрывается напишите мне что вы видите на экране по моему у вас должна быть просто заставка сейчас открою метатрейдер и включу уже уже метатрейдер так сейчас грузится как обычно у меня попросят что-то там скачать потом попросят разрешение включить пока что грузится так установить плагин я его устанавливаю открываю и и сейчас включится вам кран просит разрешение просит разрешение на включение секундочку почему-то это надо делать каждый каждый раз прошить и наконец вот он вот он метатрейдер вот так как он сейчас глючит мне придется его закрыть и снова открыть вы должны видеть мой метатрейдер котировки в золото мини терминал открыт напишите хотя бы видите вы это или нет метатрейдер мой включенный в данном случае он что-то не заглючил сейчас я пытаюсь его закрыть но он мне даже закрытый секундочку завершить не получается еще раз завершить скрыть что вы видите вы видите черную заставку или все-таки что-то появилось так я глючусь подожди почему может помочь пишите плюс да вы видите а терминал все-таки видите да метатрейдер значит он хоть и глючит но он видит все он закрылся слава богу он закрылся и я снова я снова его открываю все дело в мини терминале потому что он не рассчитан на маке и вот вот такая вот получается картина я не знаю как заставить программу закрыться в метатрейдере чем сам метатрейдер как заставить просто закрыться как в windows и мы делаем control и delete я не знаю как здесь в маке это делать но вот пока ничего не получается меня еще раз терминал пытаюсь закрыть видеть файл нет все зависло все зависло и вот то что я делал обычно помогало сейчас не помогает вот две кнопки завершить завершить что вы видите что я делаю немножечко подождем но вот не помогает окей тогда давайте вот что сделаем я пока я пока не нашел решение этой проблемы открою просто финвизи график нефти браузер просто график нефти и напишите мне видите ли вы фьючерсы и крутой сорок тридцать пять видно ли виден ли экран с финвизом открывал нет не видно потому что я не переключил вот сейчас я переключил что должно быть видно точно должно быть видно жду ответы да теперь видно отлично мы все начнем к сожалению мета трейдер завис и я ничего не могу поделать терять мы время не будем а что произошло на нефти ничего на самом деле нового мы постоянно об этом говорим медвежий рынок медвежий рынок я каждый раз ищу вход для входа точку входа в медвежий рынок и слава богу нахожу а я сейчас по сделкам даже могу показать вот мой счет он доходил даже 140 но кто помнит в мае еще было 119 вот сейчас 139 468 буквально вчера было 140 400 что-то такое и вот я снова построил по нефти конструкцию ну грубо говоря купил 43 кут и у меня выгодно чтобы ушло вниз но не ниже 40 ближайшие там 26 дней и 37 5 я продал но это не важно я вам сейчас покажу совсем другое буквально вчера у меня был вебинар в одной другой компании не будем знать какой но я вам эти картинки могу сейчас вот здесь показать что что я разбирал что не было интересно и что меня еще больше подтолкнуло на мысль о том что нефть надо просто агрессивно продавать и цены выше 50 наверное совсем несправедливы не должно даже быть что мы увидели на рынке значит сейчас я убежусь что вы видите и скажите пожалуйста видите ли вы вот эту картинку вот вот эту вот картинку где нарисованы диаграммы опек опек и желто-оранжевые графики и диаграмм если видите то я начну отлично что это за диаграммы тут видно как опек исполняет свои квоты как вы помните 30 ноября 2016 года члены страны входящие в опек собрались и приняли решение о сокращении квот этот инструмент они применяют нечасто давно его не применяли наконец через несколько лет после высоких относительно высоких цен на нефть до четырнадцатого года после года тишины когда опек не стал снижать квоты чтобы вытеснить с рынка производителей нефти сланцевиков они все-таки решили прибегнуть к этому инструменту но как я уже и тогда говорил ничем ни к чему хорошему это не приведет это запоздалый шаг уже поздно поздновато что-либо делать лучше бы они оставались как политика оставалась такой как бы предлагали саудиты и реализовали даже целый год то есть выжимать с рынка сланцевиков причем так жестко чтобы цены упали чуть ли не до 10 до 20 и тогда сланцевая промышленность может быть бы не просто стояла на грани но я не говорю что это правильно или хорошо просто с точки зрения опек с точки зрения арабских стран производителей нефти чтобы не отдавать свое место под солнцем свою долю рынка скорее так надо было до конца они пробовали 14 начали это делать но не довели до конца и так что мы видим сейчас на этом графике показано то как опек исполняет свои обещания то есть они 30 ноября решили сократить добычу на миллион двести внутри опек и 600 тысяч вот здесь видно 558 тысяч а вне опек страны вот партнеры входящие не входящие в опек тоже вместе с опек впервые за долгие годы может впервые вообще в истории так вот глобально решили сокращать добычу опек поставил цель миллион сто шестьдесят тысячи это почти миллион двести и не обстанных они вопек поставили 558 в итоге что получилось в январе опек исполнил свои обещания на 99 процентов то есть сократил на миллион сто пятьдесят три вместо миллиона сто шестьдесят четыре а страны не входящие всего на пятьдесят два феврале цифра по не опековским странам было еще хуже по опек примерно оставалось такой же а вот начиная с марта от марта апрель май опек исполнял даже свои обещания лучше чем было прописано в соглашениях и сокращал добычу на сто девять процентов сто пять сто шесть процентов и страны не входящие в опек тоже подтянулись у них объемы меньше два раза меньше поэтому не столь важно тем не менее мы видим что и опек и страны не входящие в опек практически все сделали для того чтобы из сдержать свое свое слово выполнить соглашение и тем не менее не получилось ничего не вышло как отдал рынок цены упали они сократили американцы нарастили то есть если бы мы здесь видели плохое исполнение я бы сказал стоит опек нажать на газ лучше дисциплину все вернется в круги своя но нет ведь у опек просто нет уже инструментов никаких вот он все сделал опек сто девять процентов даже перевыполнил план давайте посмотрим кто перевыполнил план а кто так сказать халтует вот тут есть у меня цифры точек графики по мировой вот карта оранжевым цветом выделены это кстати с блумберга точнее даже не блумберга разные источники я взял в блумберга об этом сразу скажу чтобы не оранжевым цветом закрашены страны которые перевыполняют план желтым который недовыполняют штрих штрихами закрашены страны не входящие в опек и сплошной цвет у стран входящих и так из опек стран перевыполнили план венесуэла ангола саудовской аравии по-моему еще маленькая страна какая-то катар и а не видно карту секунду будет видно вот должно быть видно выполняют из опек венесуэла ангола саудовская аравия катар недовыполняют алжир ирак там эквадор и и стран не входящих в опек не дотягивают до плана россия казахстан азербайджан кто суда это неважно потому что мы же не знаем абсолютных цифр и всем покажу абсолютные цифры вы поймете что там всего лишь небольшая недодача на место взять россию то россия совсем чуть-чуть не дотянула до плана вот они обещали 300 тысяч сейчас включу они обещали 300 тысяч снизить сократить вот россия 300 тысяч сократили на 281 а саудиты должны были 486 сократили на 604 то есть перевыполнили план то сильно сократили ангола сильно сократила вместо 78 миллионов баррелей сокращение сократила на 138 миллионов баррелей кювейт венесуэла вот те которые не додали ирак например обещал 210 отдал всего 137 там нигерия должна была халтурить но ее здесь нет не видно видимо данных не в понедельник и не опек а тоже мексика как раз таки перевыполнила экваториальная глинея перевыполнила но неважно мы видели уже цифры опек перевыполнил на сто девять процентов по объемам страны не опек не додали 14 и выполнил всего на 86 в итоге можно считать что план выполнен стихвой тем более у опек доля больше чем не опек но ничего не изменилось то что они отняли у рынка дали американцы и цены рухнули несмотря даже на упал то есть в данном случае выполнение опек своих квот а даже играет какую-то злую шутку то есть уже ничего больше не сделать вот она карта про продакшн добычи россия добывает 10 миллионов почти 11 миллионов и не дотянуло до плана все таки там сокращение было ниже саудита наоборот уменьшили ниже десяти у них было тоже больше десяти около 11 миллионов баррелей в день было они сократили даже ниже десяти упала планка 9 940 ну вот страны которые перевыполнили оранжевые недовыполнили желтые в общем-то по опек очень даже неплохая дисциплина очень даже неплохие цифры но и тем не менее мы не видим результатов цены как падали вот вам с брендом сравнение сейчас откроется брендом сравнение брендом сравнение вот опек продакшн добыча со стороны опек 32 миллиона 210 сейчас ну как сейчас наверно майские данные нет напить на 15 июня свежие данные достаточно свежие а и обратите внимание куда они вернулись они сократили добычу вернулись на уровень шестнадцатого года там они уже были много раз вот и пятнадцатом году добыча была 32 миллиона баррелей в день то есть если вот этого бурного роста не было то сокращать было бы куда допустим вот отсюда сократить на миллион восемьсот это упасть там допустим на 30 миллионов баррелей но с рекорда 34 миллионов баррелей сократить на почти 2 это упасть на 32 так что опек всего лишь зная о своем соглашении наращивал добычу очень сильно страны добывали 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 чтобы потом когда вступили в силу квоты ну то есть товарищ кого обманываете вы сами это сделали вы сами спровоцировали избыток нефти вот вот этим вот ростом вот здесь было ровно совещание 30 ноября это вот здесь а вы бурным ростом сами выкинули на рынок очень много нефти а потом себя же обманывая отняли то что нарастили и в итоге баланс не изменился ваших шарпековских сил а в это же время слонцевики качали и качали 16 часто 5 июня начало июня шестнадцатого года в америке триста шестнадцать какие цифры да то 16 буровых минимум многолетний начало июня 2017 в америке 700 сорок он сейчас 4 буровых два раза выше чем было даже больше чем два раз два с половиной раза ну то есть вот вот такая была ситуация все это конечно мы мы знали как тому что на вебинаре это все осталось много раз эти цифры не сейчас появились да эти цифры свежие но похожие цифры за май за апрель за март постоянно поступали на рынок мы об этом много раз говорили обсуждали я даже говорю что каждый рост цен нужно использовать тестировать новый обвал возможно все таки рано или поздно рационально свернуться на рынок страхи уйдут но еще знаете что мешало военная премия помните вот сирия не взлетела там еще какие-то были волнения не взлетела какие-то разовые факторы тоже не давали нефти до конца просесть наконец это случилось хоть и метатрейдер у нас сейчас не работает но у меня завис он я просто не хочу выключать компьютер перегружать его из метатрейдера будем считать что давайте еще раз попробую будем считать что цены на нефть можно смотреть вообще где угодно на финвизе вот увидите что произошло мы пробили даже предыдущий уровень а вот он у нас опек последний опек вот этот вот кусочек сейчас посмотрите ли мне можно быть видно вот вот у нас опек последний а вот у нас предыдущий опек 30 ноября вот сильно выросла потому что когда это было видеть или нет а вот у нас последний опек предпоследний опек 9 процентов завода 9 процентов за день а хотя мне и тогда казалось что ну извините господа ничего неожиданного не произошло опек как обещал так и снизил квоты на миллион двести плюс 600 страны выходящие в опек но тем не менее рынок есть рынок он обрадовался думал что это решение всех проблем очень долго рынок сомневался в том что стоит ли вообще уходить вверх несколько раз мы отметку 54 с чем-то чуть ли не 55 не могли пробить потом сильное падение разочарование пошли уже вербальные какие-то интервенции какие-то слова заявления тексты дальше сирия трампом здесь до была бомбежка американцы начали бомбить газовая атака все такое да это где-то было вот здесь дальше падение раз второе заседание опек надежда что что сейчас что-то изменится тоже все мимо и нефть продолжает падать собственно и место давным-давно уже здесь что теперь делать можно после всего этого что можно сделать кто опоздал на этот медвежий рынок как как быть уровни уже пройдены не заходить же сейчас на на сорок три тридцать и ждать падение еще ниже нет можно конечно но наверное не самый лучший метод особенно если депозит ограничено если допустим из портфеля другие позиции совсем немного рисковать вы можете заходить низко в надежде что рынок уйдет еще ниже наверное не подходит не каждому подходит что тут можно сделать выжидать этот часовой график очень хорошо сейчас отрывается отрабатывается жаль метатрейдер я не могу открыть там просто очень хорошо видно как на часовом графике вот здесь не могу нажать нажимаю нажимаю он не реагирует поломаю компьютер то вот закрыл вроде нет ну ладно а на часовом очень хорошо видно как этот рынок четко по уровням ходит просто давно я такого не видел грех это не использовать иконечку вижу что вы видите экран для идите там а ну сначала был уровень сорок семь мы держались ну я могу ошибаться плюс-минус потому что фенвиз не самый лучший терминал не самая лучшая программа для оттачивания отдельных уровней сначала был уровень сорок семь может быть сорок шесть девяносто вот если ровно провести по этим минимум то похоже сорок шесть девяносто мы от него отталкивались как торговались выше него пробили попытались зайти раз не смогли два не смогли с грохотом на запас это день запасов среда по моему упали провалились ниже уже уровня сорок пять с копейками попытались зайти один раз попытались зайти второй раз и грохнулись прошлой ночью сегодня утром еще ниже жаль не видно предыдущего графика там просто прекрасно вырисовывается голова и плечи ну мы можем это посмотреть на на видео или даже нет в аналитике вот я открою сайт admiral markets и покажу вам там все-таки есть график и покажу вам одну из статьи которая была посвящена нефти вот какая-то из предыдущих статьи вот нефть и мегалова и плечи здесь слава богу сохранился график вот он открываем график вот хорошо видно сорок восемь здесь уровень шеи 48 уровень шеи очень четко но четче я давно не видел чтобы где-либо отрабатывался вот так хорошо этот уровень потом его все-таки пробили здесь у нас вырисовывается два пика две вершины такой верблюд два раза чуть-чуть грязно мы пробиваем все-таки рынок да тем более на таких уровнях очень много было нервов рынок только-только развернулся не так легко ему прямо сразу следовать какой-то схеме не так легко ему следовать по какой-то схеме было было два раза два ложных прорыва таких небольших совсем небольших можно назвать это очень даже хорошим хорошей отработкой ну а потом грохнулись вниз держали уровень сорок семь потом сорок пять и сейчас мы вот торгуемся где-то совсем совсем внизу что делать наверное следующим уровнем снова будет выступать сорок пять вот на этих отметках я бы начал заходить тоже целые но дождемся завтра у нас запасы очень важные будут запасы настолько важны что даже не знаю они могут изменить развернуть рынок если выйдет сильно сильно отрицательными допустим пять миллионов шесть миллионов снижение запасов может повлиять на рынок или же продолжить текущую тенденцию добавят жару рынкам добавят медведям сил если выйдут ну даже в пределах между небольшим снижением допустим как в прошлый раз миллион с копейками и повышением там чем больше тем лучше любая цифра между там минус миллион минус два даже и плюс чем больше тем лучше свалит рынке просто на уровне на новый уровень на сорок глаз сорок один и может даже 40 ближайшие недели так что вот такая у нас ситуация запасы медвежьи опек все что он публикует и делает медвежья делать уже больше опять нечего не осталось совсем ничего инструментов не осталось я даже не знаю что собираются они через полгода соберутся в ноябре опять что они будут там обсуждать сократить квоты как в этот раз еле-еле сократили продлить сокращение так это не работает вы просто рынку не даете новой нефти все что вы не даете дают рынку американцы что еще у нас есть на нефти запасы опек геополитическая ситуация пока не накаляется хотя сегодня были какие-то новости там сбитые всякие дроны беспилотники сбитые самолеты или угрозы какие-то были но это так это совсем мелочь на самом деле запасы что еще у нас остается ну и собственно все буровые они стабильно растут уже никто на них не обращает внимание все понимают что рост буровых однозначно приводит к увеличению добычи и просто буровые приняли за константу что она постоянно растет эта цифра растет и растет и хорошо я давно не помню что в пятницу на выходе числа буровых будь то в сторону повышения или понижения вдруг упали упали я давно такого не помню просто буровые параллельная такая реальность где-то там выходит статистика и она влияет на добычу и вот уже после добычи мы понимаем насколько это хорошо для рынка или плохо так окей а нефти достаточно поговорили что в какое время вопрос тут задали какое время но я не знаю о чем речь или это не было нарисован вопрос ирина написала она мурза поставила мишку панду и написала в какое время наверное вопрос не мне рисована кому-то другого окей что еще мы могли бы обсудить да у меня было еще пшеница куплено давайте я похвастаюсь пшеница тоже выстрелила очень хорошо и продолжает выстреливать у меня был куплен четырехсот пятидесятый кол то есть я ставил на то что идем выше 450 он был куплен по 20 часа 41 и продан пятисотый кол то есть по 450 я куплю по 500 отдам ну и в качестве риска я взял на себя риск пятьсот пятьдесятый кол продам но пока далеко до до 500 даже далеко вот мы пятьсот 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 пятьдесят даже на шкале не видно выше чем здесь давно такого не было пятьсот пятьдесят мы не трогали уровень аж на выкли посмотрим с пятнадцатого года какого-то вот пятнадцатого было в середине пятнадцатого один нас коснулись шестьсот и все развернулись так что а вот на пшеницу удалось взять опять же была простая логика я часто люблю такие сделки но не как не всегда не выстреливают я купил майский кол и он не выстрелил я а завтра следите за календарем я точно не могу сказать она где-то информация по нефти 18-30 17-30 ну давайте посмотрим на календаре я просто на рынке когда сижу я уже вижу это не нужно смотреть заранее время вот давайте зайдем календарь форекс просто откроем завтрашний день 20 и 21 21 и сделаем фильтр но пускай будут все новости не знаю какой части по америке да запасы а вот ждет рынок сокращения 2 миллиона с копейками в прошлом было миллион шестьсот в этот раз рынок думает что все-таки дефицита нефти будет больше а любая цифра в районе двух все-таки не придаст рынку никакого бычьего бычьих сил а вот все что ниже двух миллионов и даже отрицательной величины я уже не говорю что положительный а спокойно уведет рынки на новые минимумы вообще сентимент вещь сильная да сейчас быков сломать на рынке все-таки сложнее нужно сильно постараться статистике я не знаю decision maker так называют принимающим решения еще каким-то там цифрам очень сильно нужно постараться чтобы сломать настроение медвежьего все-таки рынок такой вот недвижий так окей ну вот я покажу свои сделки уменьшился резко портфель и стекли фьючерсы и опционы на S&P и стекли и стекла частично нефть ну масса всего стекла и вот у меня вот конструкции по тесле на рост но не сильный рост по там гербалайф бразильский фонд alibaba тут надо уже без хеджа остался надо прикрывать потихоньку и apple ну и вот все остальное нефть и пшеница и газ еще есть есть еще газ и вот видите с чем мне нравится такая вот моя стратегия нефть очень сильно просела причем я построил конструкцию вчера мне не повезло с тем что я конструкцию построил до вот этого сильного падения а лучше бы я ее строил сейчас раза в два больше бы заработал ну точнее я еще не заработал в день в течение заработать лучше бы я ее построил сейчас но кто знал да окей все равно построил любой баррель вниз любой падение цен любой доллар точнее вниз мне приносит прибыль до каких-то уровней до 37 с половиной а так вот несмотря на то что я построил стратегию в не очень хорошее время до того как началась заварушка тем не менее счет практически не просел было 140 400 сейчас 139 600 800 долларов просел счет это не знаю 0 5 0 0 6 процент хотя ошибка не могу сказать это ошибка но момент я выбрал не самый лучший я на относительно низкой волатильности просто увидит новый лоу по нефти он же ночью начался ночью уже не спадал а вот здесь наградки видно я не буду показывать на месте было видно что мы уже ночью начали падать медленно потом показали коррекцию и свалились уже где-то утром по европейскому времени а несмотря на это я все равно вот так вот счет достаточно стабильный но если бы я построил в нужное время уже после обмала допустим в 13.00 по европейскому времени или там в 15.00 то уже бы даже может быть был в прибыли то есть я поймал в тот момент когда волатильность выросла премии были большие вышел бы на рынок и продал а сейчас они бы снизились и я бы уже мог фиксировать прибыль ну и ладно хорошо что у нас еще тут есть интересное о чем хотелось бы поговорить рынок сейчас фундаментально ничего интересного на рынке уже не происходит потому что никакой интриги не поставкам каким-либо не в европе не в штатах нет вот 14 июня было повышение такое дежурное плановое ну и все больше рынок не настроен на какие-то сюрпризы на этой неделе очень много кстати вот я вам сейчас вышлю видео мы с некоторых пор календарь рынка пишем уже в виде видео вот здесь я скину ссылку давайте сразу на youtube скину ссылку тут вы можете посмотреть что будет на неделе и на что обращать внимание вот здесь по этой ссылке это наш еженедельный понедельником выходящий обзор рынка буквально там 11 минут вкратце по всем данным я прошелся так вот каких-либо интриг ничего интересного нет хотя куча выступлений будет на этой неделе выступать будут как со стороны ФРС так и со стороны ЕЦБ и может быть что-то интересное там мы получим как на сегодня мы получили по банку Англии очень интересное но правда не спрашивайте меня что там сказал коми да его звать по банку Англии глава глава корней как я не читал потому что я был в пути сейчас у нас в Риге был курс большой человек там 20 больше собралось мы обсуждали парный трейдинг и маркетинтральную стратегию я помню что был заказ на вебинарах на какой вебинар или даже может быть курс на вебинар не получится это очень длинная тема блог трейдера я пока не начал я подготовился вот тут спрашивают меня как там ваш блог трейдера я пока не начал его писать я все сделал сайты зарегистрировал доменные именно инструментарий подготовил сейчас вот мне помогут подключить к этому сайту wordpress то есть это блоговый движок и ровно 1 июля он стартует то есть я взял июнь на подготовку включая и контент но пока с контентом туго я его не писал все остальное идет в плане 1 июля плюс-минус там неделя с 8 числа я уже буду в Испании два месяца все лето буду в Испании и блог будет очень интересно я надеюсь и в плане контента и в плане картинок видео все там будет так что следите я обязательно сделаю объявление обязательно в чат и здесь напишу так что все в силе все будет я от этой идеи точно не отказать так вот думаю что в ближайшее время мы сможем сделать вебинар посвященный парному трейдингу и маркет нейтральной стратегии две очень интересные стратегии которые мне чем дальше тем больше нравится но маркет нейтральная она очень длинная долгая по времени на вертикально каждому подойдет а вот парный трейдинг очень интересная вещь тем более к сожалению метатрейдер сейчас не работает метатрейдере даже есть инструментарий специальный если вы знаете про Supreme Edition такое приложение а Supreme Edition позволяет смотреть корреляции по парам сравнивать их смотреть какие пары работают хорошо какие не очень с точки зрения корреляции так что если вам интересно мы в ближайшее время проведем курс ну понятно бесплатный такой как вебинар на несколько дней потому что за час даже за два одного вебинара за два часа одного вебинара невозможно поместить этот курс вот мы сейчас в Риге здесь у нас курс был сегодня первый день завтра будет второй день я даже боюсь что я не успею завтра все рассказать 4 часа этого мало поэтому поставьте плюсы если вы все-таки хотели бы получить такой курс но не платный ни разу не платный может какие-то условия будет открытие счета или еще что-то такие совсем несложные хотели бы получить курс по методике парного трейдинга это когда вы берете две коррелирующие бумаги две коррелирующие валюты навряд ли получится именно бумаги акции среди и отслеживаете расхождение этой корреляции входите в нужный момент вводите какие-то центы но в любом случае это какой-то более-менее осмысленный трейдинг игра на R и маркет нейтральная стратегия как база всего этого как основа всего этого окей раз ставите плюсы значит мы скоро это объявим и наверное в июне в конце июня что тянуть или в начале июля да в начале июля будет такой вот скорее всего курс уже не вебинар а курс ну думаю три дня по два часа или четыре дня по два часа мы сделаем скорее всего это сделаем то есть например у нас не против я с ними общался давно обсуждал они согласились что можно как формат курса провести более у Романа Исакова уже есть курс персональные инвестиции может быть вы посещали так что опыт проведения именно вот таких ритуальных курсов в Адмирал Маркет хорошо я тоже себе запишу в этот четверг тоже нет в этот четверг не будет мы перенести на 29 точнее мы могли бы сделать четверг но решили что не успеем какой-то темы горячей нет пока думали про тему вы же не пишите мне свои предложения очень мало людей написала ну точнее все кто хотел что-то предложить уже предложили и видимо у людей не осталось особо вот таких горячих тем которые прямо сейчас бы хотелось узнать и мне приходится мне придумать темы в этот четверг не будет будет 29 июня сразу вебинар так ладно перерывчик сделали давайте пройдемся по инструментам значит неделя это такая с точки зрения фундаментального направления рынков ожиданий интриг ничего интересного но за счет выступлений мы можем что-то получить плюс у нас рынки бьют новые рекорды вот давайте на финвизе даже можно посмотреть S&P Dow Jones вчера S&P Dow Jones вчера новые рекорды побили Dow Jones сегодня побил рекорд S&P не скажу насчет сегодняшнего дня вот он на часовых виден сегодня с утра была коррекция может быть ночью какие-то там пункты пипсы были 2450 это все-таки новый хай но он был еще вчера пробит так что рынки я думаю это последние дни таких вот какой-то эйфории скорее всего вот эта неопределенность она выльется в какую-то небольшую коррекцию как уже было до этого то есть если у рынка не будет фундаментальных идей торговых инвестиционных идей возможно рынок просто уставший расти выльет это какую-то коррекцию но это всего лишь возможность один из нескольких вариантов поведения на рынке с чем теперь могут быть связаны идеи в первую очередь ФРС уже оставил ФРС нам показал что контролирует ситуацию все нормально боится сильно идти на повышение ставок потому что у нас впереди реформы реформы трамповские налоговые в сентябре они будут скорее всего приняты обсуждены и до этого ФРС навряд ли какие-то будут шаги предпринимать серьезные ему самому надо присмотреться к этим реформам что это как как это может сказаться на экономике ну и до конца года с вероятностью 50% повысит ставку один раз ровно то что мы ожидали в начале года 3 повышения в 2017 году 2 уже было 15 марта 14 июня 3 скорее всего будет 13 декабря вот такая нумерология любители нумерологии наверное заценят 15 14 и 13 тут идей пока нет никаких пока нет что может быть идей у нас на носу как вы думаете что что нас ждет в ближайшее время нас ждет в ближайшее время сезон отчетностей ровно с 1 июля компании начнут отчитываться наверное все таки чем дальше тем больше у рынка подозрений что глядишь у компании все не так хорошо кто знает как говорил гринспан кризис начался с отчетности компании с прибыли компании на нем и должен закончиться так вот кто знает каким будет следующий кризис может это кризис предыдущий был ипотечный может это кризис не перепроизводства не там еще чего то а именно прибыли компании может быть их эффективность уже не такая цена на акции настолько сильно выросли прибыли не догоняют за ценами на акции может быть они выросли и возможно рынки притормозят сделают коррекцию немного разочаруются ну и просто минус там 7-10 процентов снова могут поделать так что ждем сезона отчетностей 1 июля формально с 1 июля начинается сезон где-то в первых числах будет публиковать свой отчет обычно алко как пионер на рынке первое отчитывается но это не всегда так иногда алко далеко не первое отчитывается но неважно 500 компаний S&P самая важная группа по которой мы ждем отчеты это компания из S&P мелкие компании мало влияют на экономику соответственно инвесторы сильно не беспокоятся по поводу прибыли больше волнуют гиганты ну вот посмотрим как американские компании отчитываются как на них повлияло снижение доллара за последнее время вы знаете евро вырос доллар упал положительно кому-то положительно кому-то нет у кого смотря где географический бизнес ну и так далее вот единственное что может в ближайшее время дать рынкам идеи если компания будет отчитываться лучше чем рынки того ждали акции могут продолжить рост кстати по некоторым бумагам даже нет никакого перекупленности J.P. Morgan правда это банк но все же во первых он далек от своих максимумов которые были пробиты ранее во вторых у него например P-ratio 13 в соотношении цены акций к прибыли компании всего 13 раз это очень хорошо более того рынки ожидают что прибыль вырастет процентов на 13 и следующий P-ratio будет уже не 13 раз а 11 раз ну это вообще наверное рекорд не так много компаний в S&P у которых соотношение прибыли цены акций к прибыли всего 13 или даже 11 раз так что есть еще недооцененные бумаги что касается пары евро-доллар тут я не знаю по мне евро очень сильно выросли не должен был так сильно расти по мне есть еще куда падать сделать хорошую коррекцию тем более ЕЦБ и Марио Драги в последний раз нам открыто дали понять что никаких бычих истребинных настроений не надо строить снимите розовые очки какое повышение ставок какое прекращение количественных смертных смягчения даже не думайте об этом мы далеки от этого чтобы об этом даже говорить вот такой был посыл такой был месседж со стороны Марио Драги ну рынки почему-то да была коррекция даже в моменте выступления были провалы там 50-60 пунктов немного мне кажется мы можем еще и падать фундаментально по крайней мере рынки нам об этом говорят но Евро отказывается сильно падать пока так о нефти поговорили я Медведь ждем еще одной коррекции чтобы войти но учтите чем глубже нефть пробивается чем сильнее провалы тем велика вероятность какого-то локального минимума то есть если вы на ближайшем маленьком развороте продадите и это кажется локальным минимумом то может очень сильно повредить ваш счет то есть хоть я и Медведь очень давно но знаете чем глубже падает нефть тем уже меньше не остается дальше падает дно приближается так что не был локальный разворот на каких-нибудь запасах новых на чем угодно могут быть но в целом тренд он определен и если б вы следовали этому тренду так же как я следовал то были бы в плюсе это я к тому что все вебинары слушают а на деле на самом деле по-другому у нас был трейдер я не буду называть имен он год назад начал проводить вебинары он был ровно год назад и на одном из вебинаров признался что в очень большую позицию стал в покупку по нефти хотя мы вот как раз на этом вебинаре обсуждали что все очень плохо все что мы хотим упасть было год назад вот с тех пор он и пропал что еще индексы понятно делать нечего все в космосе по отдельным бумагам пока таких особо идеи нет ждем сезона отчетностей шортить всякие теслы это очень опасно да газ еще был газ еще был у нас был сигнал но немножко ложным оказался вот energy если взять natural gas сейчас секундочку futures вот вот здесь natural gas он пробил ложно какие-то минимумы но сильно падать не стал вот увеличу шит вот уровень минимальный несколько дней недель пробил и вот так и остался правда убытка сильного не принес для того кто продавал на этом минимуме но и прибыль нет это вот здесь было да убытка сильного не принес 2.9 все-таки да внизу находимся но и не не подскочил сильно вниз тут надо смотреть сезонность вообще чем не нравится комодитис очень хорошо не все чтобы очень хорошо иногда можно тестировать идеи опирающиеся на сезонность если вы не знаете как это делается пробейте в гугле seasonal charts или как так у меня есть где-то графики на жестком диске лежат на другом компьютере где видно как комодиты стеленные товары сезонно себя ведут но это не значит что они в любой сезон не могут пойти в обратную сторону но все же есть определенная сезонность и я часто стараюсь сопоставлять свой торговый план с этой сезонностью если я вижу что летом например цены на газ обычно растут без особых причин шортить сезонность по нефти летом нефти не помешало нефти упасть потому что одно дело спроса другое дело запасы запасы может быть намного больше или поставок предложение может быть намного больше каким бы ни был спрос предложение его полностью покроет и тогда никакого роста сезонного не будет но это достаточно важно для тех кто торгует особенно комодитис на сельхозпродукцию пшеницы кукурузу и так далее сезонность там просто один из важнейших факторов его как минимум надо читать все время подходит к концу слишком много я говорил если у вас есть вопросы задавайте наверное самое главное что я хотел сказать на этом вебинаре было о нефти на 20 процентов похвастаться на 80 процентов немножко потроллить что вот так все время угадываем я вот давно не помню чтобы мы прогнозировали падение говорили о факторах медвежьих и вдруг нефть развернулась на 10 долларов после последнего ОПЕК на других каких-либо инструментах особо идей нет приготовьтесь к сезону отчетности он начнется через 20 через 10 дней формально 11 дней ну и собственно все лето все таки рынки будут относительно вялыми ничто конечно не мешает отдельным инструментам вырасти или упасть но объемы будут на акциях наверное чуть ниже чем чем раньше ну и посмотрим чем это закончится кстати учтите что один из последних мощных коррекций одна из последних мощных коррекций была именно летом 24 августа 2015 года прекрасно помню как сегодня был мощный он 23-24 да два дня был мощный провал по индексам S&P провалился на опасениях по поводу китайской экономики и 6-го или 9-го января повторил то же самое то 15-го повторил то же самое точно так же провалился на те же уровни и вот оттуда очень сильно выросли так что лето никогда не решает ни коррекция ни росты но в целом объемы обычно летом ниже ну собственно у меня все всем желаю хороших профитов 29-го числа мы встретимся с вами на каком-то вебинаре тематическом не знаю о чем мы там будем говорить я вот сейчас подыскиваю интересные темы если что-то есть пишите нам предлагал Игорь отчеты COT но честно говоря я в них сам то особо не разбираюсь иногда слежу правда что к чему что хеджеры делают что крупняк набирает какие позиции но сказать что прям это прям моя тема я не смогу поэтому такой вебинар мы проводить не стали потому что если я не пользуюсь этим то нет смысла рассказывать людям есть хорошие вебинары на эту тему скину вам видео на эту тему как работать с отчетами ну это отчеты с гирж которые показывают что делают те или иные игроков вы знаете на товарных рынках и вообще на фьючерсных рынках игроки продавляют у регулятора на commercial то есть тех самых да тех кто пользуется на коммоде торгует на крупных там на хеджеров на крупных на мелких если вы проторгуете фьючерсом на смп в размере тысячи лотов то вам обязательно отправлять письмо анкета которое нужно заполнить вы уже попадете под категорию крупного игрока у меня у одного товарища который торгует клиентскими деньгами уже такой месседж приходил и он даже хвастался тем что его отнесли к категории крупняк ну не будем такой выгнавляться я в этом не сильно разбираюсь не сильно пользуюсь в планах у нас 29 какая-то интересная тема если вы ближайшие два трейдера мне предлагаете свои темы то я выбираю какую-то свою и где-то в начале июля мы начинаем курс посвященный маркетинтральной стратегии построению этой стратегии на акциях конечно же и частично изучим парный трейдинг или это будут два разных курса чтобы не смешивать у меня все всем спасибо всем профита желаю хорошего рынка хорошего вечера увидимся в следующий вторник и 29 числа на вебинаре в четверг ничего ли не забыл ну и по поводу блога объявление что обязательно скоро будет он этот блог все почти готово жду какие-то последние технические моменты и все пойдет в старт да и знаете сидя в Таллине как-то писать не очень интересно я хочу именно этот же тревел блог про путешествие трейдера все-таки наверное я его начну по числа восьмого да когда уже уеду в Испанию дальше по городам может быть во Францию прокачусь может быть на юг Испании ну то есть чтобы он был интересным я его начну писать скорее в тот период когда будет что-то интересное происходить хотя вот можно было бы сегодня написать я приехал в Ригу окей все всем спасибо до свидания увидимся в следующей с DM Продолжение следует... 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 Продолжение следует...